Глава третья. Постижение бессмертия. День был исполнен воодушевлений и тревог. Сегодня я стал первым волшебником за последнее тысячелетие, который открыл тайную комнату. Том отложил перо и откинулся на подушке. Его соседи уже давно спали. Их сопение медленно плыло над спальной комнатой, беспокоя ночную тишину. За окном шумели подземные воды, а у главного витража в гостиной пели русалки. Префект отчужденно наблюдал за тем, как пергамент сушит чернила, бережно сохраняя записанные им воспоминания. Вот так все просто, как на свитке, который Дипит ему показал. Буквы, впечатанные в вечность, они даже спустя десяток веков останутся нетронутые временем. Он вложил в них часть жизни, часть себя. Вот бы так заговорить и собственное тело, собственную душу. Я по-прежнему много думаю о бессмертии. Не могу дождаться, когда смогу наконец создать свой первый крест-страж. Убийства Миртл Уоррен должно быть достаточно. Достаточно ли? Да, Миртл была убита по его приказу, но считается ли этот за поступок, способный разорвать душу? Том сомневался. Смерть девчонки была не на его руках. А Нейдра, ужас, слезерина, великий Василиск — вот кто совершил за него всю грязную работу, пока он сам стоял в стороне и ничего не делал. А ведь он и впрямь не делал ничего. Том безотчетно поднялся с кровати и со злостью захлопнул дневник. Он не приблизился к своей цели ни на шаг. Все сегодняшние события, все его труды разом перестали иметь значение. Он спас этот замок зря. Он закрыл тайную комнату зря. Надо было дать Анейдре прикончить этих грязнокровок, как она того просила. Надо было пустить ее на волю и утопить коридор Хоргвартса в крови. А что он сделал? От этой мысли у него сводило все нутро. Испугавшись закрытия школы, он как трус позволил своим страхам стать выше великого дела слезерина. Поступок недостойный его памяти и наследия. Недостойный, как и я, — повторил он себе. Недостойный. Со злости пихнув табурет, префект направился в суммарок гостиной, чтобы побыть наедине. Освободився вместо за большим столом, Том откинулся в кресле и долго слушал, как за окном под медовый гром воды поют русалки. В морях мои вилы находят Седой перламутровый щит. Но я не брожу одинокой, тоскоя и плача на взрыд. Затравлена всеми гонимо, клокочет рябая волна. Ведь мелкий не станет великим, чтоб с честью добиться меня. Ведь мелкий не правит морями. Он движет свои корабли, не смеет он править над нами С воздушной холодной выси. Седые щиты зарастая, лишь панцирем дюжи сильней. Становятся нас превращая в погибель его кораблей. Шум плавников внезапно послышался над самой его головой. Префект поднял глаза и увидел перед собой прямо за узорчатым стеклом озерную сирену, которая, очевидно, и пела ему сейчас. Понравилось, красавчик? Русалка обращалась к нему на наречии водного народа, поэтому лишь хитро улыбалась, не особо рассчитывая на ответ. Но от Тома был известен ее язык. — Красавчик! — он вернул сирене и хитную улыбку. — О-о-о! Русалка чуть не поперхнулась, выплюнув из жар пузыри воздуха. — Так ты понимаешь меня? — Это действительно была русалка или сирена. Но точно не распространенная в этих водах селки. Для селки она была чересчур миловидна, кроме того имела светлые, чуть тронутые рыжевые волосы, какими обладают лишь те сирены, которые обитают в теплых морях. Редкость встретит такую в Черном озере. Том ухмыльнулся. — А что в этом удивительного? — Немногие разговаривают на нашем языке. — Пожалуй, плечами она. — Немногие не под водой. — Значит, я счастливое исключение. — Да, действительно. — Ты знаешь, о чем я пела? — Догадываюсь. — Перламутровые щиты носят наши воины. А когда их повергают в сражение, мы собираем эти панцири и слагаем из них надгробья, — объяснила русалка. — Души павших вечно живут в Перламутрии и, обрастая кораллами, превращаются в рифы, которые мстят за их смерти. — Как же их души попадают в Перламутр? И вдруг поинтересовался Том. — Часть наших душ всегда находится в раковине, из которой мы появились на свет. После смерти мы лишь уходим туда, откуда пришли. Ноги будто сами подняли его со стула. Том напряг слух, стараясь не пропустить ни слова из шипящей речи русалки. — Если он все правильно понял, это может быть крайне редкий пример естественного врожденного крестража. — Прошу, продолжай. — Да, а то ты продолжать нечего. — Отмахнулась сирена. — Просто мы так рождены. — Или ты русалкой хочешь стать красавчик? — Но выходит, у вас две души. — Как вы разрываете ее на части? — Ох, это так немудрено. — Спроси попроще, как ее собрать. — Усмехнулась она, приглаживая волосы. — Любовь. — Любовь? — Красавчику такое чувство незнакомо? — Странно. — Раз так, то знай. Клинка на свете этого нет лучше и острей, что может душу поделить надвое. Два сердца бьются, как одно. Одно же от другого душу отнимает. — Поэтому страшись любви, страшись любить. Коль ты поделишься собою, тебе же душу могут и не возвратить. Наутро большой зал был одет в траурные флаги. Черный бархат свисал со стены стропил, дополняя собой на редкость мрачное небо, сердито на себя и весь мир. Чугунно-черные густые облака кудрявились под самым сводом, заряжая по присутствующим настоящим ливнем. Косые капли безжалостно барабанили по крыше, бежали по стеклам чертога, превращая стрельчатые окна в один большой нескончаемый поток воды. Можно было подумать, что помертел горевала сама природа. Факультеты, собранные в ряды, вытягивались по залу точенными колоннами, каждую из которых с двух сторон замыкали префекты. Процессию слезерина замыкала Вальбурга Блэк, Том, возглавляя шеренгу, держал на вытянутых руках приспущенный изумрудный штандарт. Взгляды всех собравшихся были обращены к профессору Диппету. — Сегодня все мы немного осиротели, — заговорил он, пробежав по рядам испытующим взглядом. — Хогварт скорбит о потере Миртл Элизабет Уоррен. Но пуще всего скорбим мы, как если бы эта потеря касалась каждого из нас. — Сегодня, я уверен, не найдется того, кто назвал бы эту трагедию не своей личной. И раз так, мы можем спросить себя, кто убил Миртл Элизабет Уоррен? Кто допустил, чтобы Миртл Элизабет Уоррен умерла? Некоторые деканы уже предупредили меня, что такой вопрос не следует поднимать здесь, под сводами этой залы. Директор адресовал мимолетный поклон Квадроруму. — Я же считаю, что вы заслуживаете право знать на него ответ. Не ответив на него, я боюсь, мы навсегда оскорбим память покойной мисс Уоррен. Лицо Дипета посуровело, и зал пронзила натянутая тишина. — Итак, знайте, что мисс Уоррен не была убита ни чьим-то злым заговором, ни темной магией, ни заклинанием. Слухи об открытии тайной комнаты, множащиеся со вчерашнего дня, разговоры об отравлении или даже самоубийстве мисс Уоррен так же ложны. Истина лишь то, что горе затмило нам глаза, разучив видеть. — Кто убил Миртл Элизабет Уоррен? Отвечая на этот вопрос, мы дали страхом говорить за нас. — Кто убил Миртл Элизабет Уоррен? Увы, я должен признаться, что, правда, окажется для вас, быть может, горче самой страшной лжи. Префект в напряжении наблюдал за губами Дипета, словно стараясь уловить в них что-то. Первые шаги надвигающейся бури. А правда в том, что Миртл Элизабет Уоррен была убита акромантулом, чудовищным существом, гнездо которого обнаружили вчера в кладовых замка. Правда в том, что это существо скрывало, опасаясь огласки, один из студентов, третий курсник, которого все хорошо знаете. Воспитанник Гриффиндора. Рубиус Хагрид. По рядам пошел взволнованный шепот. — Гроза выдастся жестокой, — подумал Том. — Теперь уж ясно. Со стороны Гриффиндора уже слышались измущенные окрики. Кто-то даже посмел нарушить траур и покинул строй. — Этого не может быть! Это ложь! — Встаньте в строй, мистер Калтрейн! — шикнул на весь зал Уизли. Ржеволосый парень с широкими скулами. — У вас совесть есть? — Тишина! — объявил Дипет, взмахнув перед собой раскрытой ладонью. В мгновение ока все говорящие умолкли и схватились заглотки, обнаружив, что ни один звук больше не покидает их раскрытых ртов. Калтрейн, правда, еще продолжал по инерции шевелить губами, но смотреть на это было скорее больно, чем смешно. Он проиграл. Внушение подействовало. Смутьяны вернулись в строй. Как я сказал. Рубиус Хагрид втайне прижил в кладовых Акромантула. Но он не просто держал это чудовище в Хогвартсе, подвергая жизни прочих студентов невероятному риску. Хагрид, как мне стало известно от него самого, еще и выпускал монстра на волю. До сей поры этот зверь незамеченным бродил по замку, и лишь чудом его прогулки не оборачивались жертвами среди студентов. Пока, разумеется, не настало то злополучное утро вчерашнего дня. Том чуть не раскрыл рот от восхищения, как виртуозно. Диппит не просто изобличает Хагрида. Он дает всем остальным прийти к этой мысли самим. Причем ненавязчиво, как бы между делом. Великолепно обыграно. Том едва сдерживал улыбку, которая так и просилась на лицо. Даже он сам не смог бы представить эту историю более убедительно. Вскоре от жестоких подробностей у многих подкосились колени. Оказывается, что Миртл Уоррен даже не была укушена. У бедняжки разорвало сердце. Стоило лишь увидеть этого огромного паука, забравшегося в туалетную кабинку. Префект Эктиврана, до того с мужеством выслушивающий рассказ, попросил у всех прощения и, передав штандарт сменщику, покинул большой зал в слезах. Страх разлился в воздухе, точно яд, и когда шеренги воспитанников в конец оцепенили от ужаса, Армандо Диппит, он только того и ждал, воздел ладони к залу. Однако я должен вас успокоить и сообщить, что худшего удалось избежать. Студент, в скромности своей пожелавший остаться неизвестным, хотел, чтобы я не упоминал его имени, но не сказать о нем я не могу, ибо именно ему мы обязаны этой спокойной ночью и тем, что увидели рассвет сегодня днем. Этот воспитанник Хогвартса оказал неоценимые услуги школе и убил Акрамантула, выведя на чистую воду его хозяина. Именно он, рискуя жизнью, спустился вчера ночью в кладовые и арестовал Рубиуса Хагрида, избавив нас и от его чудовища. Имя этого человека всем вам знакома, и я исполнен гордости сообщить ему, что за проявленный героизм, находчивость и смелость он удостаивается высшей награды Хогвартса, медали за особые заслуги перед школой. Том Марвола Редл. Шаг вперед. Ноги его как бы машинально двинулись к Диппиту. При свете факелов на задней стене длинная зубчатая тень директорской кафедры падала до самых дверей. Дальний конец зала тонул в темноте, и префекту казалось, что вокруг него тоже смыкается тьма. — Сэр, ум, прозорливость и амбиции. Вы в полной степени проявили все те качества, которыми так гордился Салазар с лизерин, выполняя свой долг перед школой. Хогвартс и я чрезвычайно вам обязаны. Двести пятьдесят очков с лизерину. У него перехватило дыхание. Ни один студент не получал так много очков с самого основания школы. Директор Диппит вышел из-за кафедры и лично поклонился ему. Вслед за ним Тому поклонился весь большой зал. В абсолютном молчании проходила эта сцена, и ни один студент не посмел проронить ни слова. После церемонии, однако, молчание было нарушено. Слова хлынули, как вода из пробитой плотины. Слезеринцы окружили своего героя, закачали на руках, прочие же лишь пытались пробиться к нему как можно ближе. — Так ты убил Акромантула, Том! — Реддл, поздравляю! — Почему нам не сказал Реддл? — Реддл, погибель Акромантула! Кто-то взъерошил ему волосы и приобнял со спины. — Ну, привет, погибель Акромантула! — послышался знакомый голос Кэти Коутс, шипящий над духом. — Так вот, чем ты ночью занимался. — Извращенец, не смею осуждать твои вкусы, но понимать ли это так, что ты предпочел общество гигантского паука-людоеда встречи со мной? — Я и сейчас бы предпочел оказаться в лапах паука-людоеда, нежели быть рядом с тобой, — хотел ответить префект. — Вы не надеяли траур, мисс Коутс, — заметил он ей. Кэти была облачена в летную мантию для квиддича, ее на рукавнике больно давили горло. — Вы меня задушить пытаетесь? — Конечно, задушить, застранец! — улыбаясь, шептала она. — Оставлять девушку ждать одну под луной. Да еще, когда весь замок дрожит в страх и перед хрен пойми чем, — это очень не по-рыцарски, мистер Редл. — Чем же я могу исправить свою оплошность? Взгляд Тома был абсолютно невозмутим, хотя тиски Кэти жали его точно кольца питона. — Раз уж мы заговорили об этом. Кэти мигом отпустила его горло и встряхнула руками, привлекая всеобщее внимание. — Слушайте все! Герой Слизерина хочет навестить нашу сборную, чтобы вместе почить память Миртл Ооррен и отметить победу над Акромантулом Хогвартским. Вслед ей клич подхватили и другие члены сборной факультета, пришедшие в числе последних на траурное поминовение. Префект пригладил свою взъюрошенную челку и нехотя кивнул. Кэти расставила капкан здраво. Перечить воли своих однокурсников он не мог. Поток слезеринцев с ликованием вынес Редла из зала на свежий воздух. Горечь и восторг питали этот день. Дождь хлистал черными полотнищами много часов подряд. Дорогу до поля развезло, но это уже никого не волновало. Траур погоды прошел, и на смену ему выглянуло солнце. Холодное, ни по-летнему, ни живое, но все же солнце. Летное поле встретило его промозглым дождем с лякотью и разведенной грязью. Кэти Коутс шла впереди, показывая дорогу к обнаженным остовам башен, которые точно пальцы великана тянулись к свинцовому небу. Прости Редла, что опоздали на панихиду. Без всякой вины в голосе бросила Коутс, чавкая ботфортами по взмокшему дерну. Тренировка, сам понимаешь. Под дождем в любую погоду! Она встряхнула своими золотистыми волосами и изрядная доля воды брызнула на лицо префекта. Надо готовиться к финальному матчу. Взбучка Гриффиндора не за горами! После недавних событий не думаю, что матч позволят провести. Заметил Том, вытирая влагу рукаву Мантии. В свете траура. Ой, брось, Редл! Не думаю, что эта когтевранка хотела бы, чтобы после ее смерти мы все грустно легли на травку и лили по ней слезы. Мисс Орен может и нет, а вот директор Диппет... Да, Редл, это действительно зануда. Она выжила последнюю влагу из волос и отряхнулась, проходя под деревянным навесом на поле. Знаешь, сколько правил Квиддича было нарушено во время Первого Кубка Мира? Семсот. Семсот одно. Поправила Кэти. Последнее заключалось в том, что матч не разрешили проводить, так как создатель Снича, Боумин Райт, отказался предоставить свой драгоценный золотой шарик для игры. И как же они играли без Снича? Ну, когда они узнали об этом, команда Трансильвании просто взяла и затолкала этот шарик ему в... Избавь меня от подробностей. Когда они вошли в круг, сборная уже стояла перед ними в полном составе и при медлах. Гордость слезерина. Это были самые отчаянные ребята на факультете. Брайтон Флинт, Кевин Роулсон, близнецы Кайрус и Клариса Кэрроу, широкоплечий Кен Яксли и, конечно, Винки Крокет, чей нос украшали изящные очки велосипеды, а выражение лица — неснимаемая высокомерная улыбка. Улыбка эта, однако, быстро увяла, когда он заметил префекта. — О, Рэддл, — посерьезнел он, — чем мы обязаны? Как ты разговариваешь с погибелью Акромантула? Демонстративно надулы щеки Кэти. Перед тобой герой слезерина. Кстати, и наши двести пятьдесят баллов тоже. — Привет, Том! — запунцовела Клариса Кэрроу. Улыбка у нее и была и впрямь славная, только не змеиная, как уверял Аспид. — Привет. — Что ж ты солончаком стоишь, Крокет? Ты капитан нашей команды или нет? — подзадурила Кэти, заминая возникшую паузу. — Давай, это не больно. Пригласи нашего префекта отметить это событие. — Мы собирались смотреть фильм, Том. Виновата промемлил он, пытаясь нацепить на себя по-прежнему уверенное лицо. Кэти принесла пленку, и мы подумали, что если ты присоединишься... — Фильм? — Ну, движущиеся картинки, — пояснил Роландсон, зачесывая взмокшие волосы назад. — Магловское изобретение, знаешь. Только картинки не зацикленные, а как бы там целая история происходит, понимаешь? — И звук есть! — выплела Кэрроу, заливаясь краской пуща прежнего. Непонятно, от тренировки или от присутствия Тома. Будучи в приюте Вуда, Том иногда ходил с группой в кино. Но то было беззвучное, немое кино. Грязно-желтое, потертая сепия и бегающие кадры под пианино. Впрочем, то было давно. Он уже лет десять не ходил в магловские кинотеатры. — Маглы. От одного упоминания о них, все его нутро съежилось, а в животе точно повернули нож. — Благодарю, Крокет. Но я как-нибудь переживу еще одно магловское изобретение. — Нет-нет, Рэдл, — осадила его Кэти, — это непростое кино. В общем, ты сам все увидишь. — Сомневаюсь. Префект собирался было повернуть назад, но вытянутая рука загородила ему путь. — Знаешь, что в мире маглов идет война? — интригующе провоковала девушка. — Война? — О, да! Кэти Коутс бесстыдно улыбнулась, встретившись с ним глазами. Зеленый лес против голубого моря. И ее начал один очень интересный магл, который произвел на нас впечатление. — Магл произвел впечатление на слезеринца? Том хотел бы ослышаться, но выражение Кэти не оставляло сомнений. Это была не шутка. Кто же этот магл? Грязно-желтая сепия уступила место черно-белой стали. Кадры немного дергались, картинка пробивалась с редкими ворсинками пыли, но изображение было более четким, чем он помнил в детстве. Это была трибуна в огромном зале. Тысячи людей, по-видимому, маглов. Нужной фокусировки не было, так как проектор теснился в раздевалке команды, но Кэти с завидной ловкостью смогла настроить резкость и начала крутить бобину. Картинка ожила. Том вспомнил свой первый поход в кинотеатр и неловкие рубленные движения людей, которые двигались на плоском экране. Здесь же все было по-иному. Яркая вспышка мягко погасла, запечатлевая в полутени статую огромного орла, держащего в когтях венок из дубовых листьев. — Послышалась незнакомая речь. — Die Englinde behaupten, dass deutsche Volk hat keine Lastmecher. Sieg der Jubehenn nehmenden Kriegsarbeit. Что он говорит? — Англичане утверждают, что немецкий народ устал сражаться и больше не хочет продолжать эту войну. Не моргнув, перевела Кэти. Камера выхватила лицо маленького горбатого магла. Он стоял, завернутый в непоразмеру огромный плащ и яростно жестикулировал, запечатлевая на лица всех присутствующих неподдельный трепут. Наконец он посмотрел куда-то в сторону и его голос прорезал слух сталью. — Что ж, тогда я спрашиваю вас, хотите ли вы тотальной войны? И если потребуется, хотите ли вы еще более тотальной войны, чем вообще можете себе вообразить? Зал точно вздрогнул, как по команде маглы вскочили со своих мест, вскидывая руки к небу, и Зал ограсился чудовищным воплем. — Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль! — Вы дали мне ответ! — продолжила Кэти, переводя речь уже почти синхронно. — Вы лучшая часть немецкого народа. И ваш ответ — это, несомненно, ответ всего немецкого народа. Поэтому силой и надеждой, лозунгом нашего времени, отныне и навеки, до скончания лет, до тех пор, пока бьются сердца в нашей груди, станет «Воспрянь, народ, и пусть грянет буря!» — «Воспрянь, народ, и пусть грянет буря!» В уши ударила искаженная пленкой музыка, и они запели. На некоторых лицах были слезы, калеки, инвалиды с оторванными руками и ногами, на костылях, в колясках они тоже пели. Кто-то даже вставал. По экрану побежала рябь, картинка крутанулась, и над стадионом, заменяя собой небо, пролетел флаг. Том тоже встал, когда его увидел. Черный загнутый крест в белом круге. Он будто бы летел над миром, и со всех концов этого мира разворачивались штандарты с его изображением. Железный орел держал его в венке из дубовых листьев, но теперь вместо венка в его когтях был уже весь мир. — Фюрер Адольф Гитлер ведет нас, а мы следуем за ним, — перелок эти. Фюрер бессмертен, ибо его душа в каждом из нас, а в каждом из нас Адольф Гитлер. Штандарты с загнутыми крестами упали до земли. Кинжальный свет пронзил трибуны, и перед самым концом пленки, уходя в ночь и мрак, погасая в полутени по стадиону ракача громом, пронесся последний клич. — Зиг Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль! Примечания автора Спасибо, что ждали новой части. Мне было очень приятно продолжить рассказ. Том постигает бессмертие, но на пути у него множество проблем. Миртл Уоррен — не его собственная жертва, и он не может считаться убийцей. Чтобы разорвать душу, по примеру, герпе злостного, ему потребуется по-настоящему убить. Или все-таки свой первый крестраж он создаст, не разрывая душу только этим образом? Я долго думал, а почему только убийство в волховании при злейшем названо достаточно для разделения души? Ведь, скажем честно, в жизни есть вещи, которые делают это куда надежнее. В этой главе я постарался поразмышлять над этим и подкинуть тому несколько интересных идей, которые, как полагаю, очень нерельефно впишутся в его персонажа. Ну и, наконец, я добавил немного обещанной исторической атмосферы. Надеюсь, вы почувствуете в рассказе «Легкий налет сороковых», который лишь добавит той недостающей толики мрака ко всему происходящему. Для справки. Фильм, который смотрит сборная с Лизерина, это трофейная пленка Ди Дойчи Вохеншау номер 659 от 1943 года, на которой впервые в широком прокате для английской публики стала известна та самая знаменитая речь Геббельса о тотальной войне, которую имперский министр пропаганды произносил в Берлинском дворце спорта 18 февраля 1943 года. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok